Приступили к строительству небольшого энергоэффективного дома размером 7 на 7. На его месте стоял гараж, поэтому мы обкопали его по всему периметру на глубину до плотного основания грунта в виде глины, демонтировали перекрытие и стены гаража. У нас образовался строительный бой. Этот строительный бой засыпали в существующий котлованчик и выполнили отсыпку песком с проливкой водой и уплотнением. Строительный бой дал нам возможность сэкономить на отсыпке. Песка ушло всего-навсего 25 метров кубических для уплотнения строительного боя. Перед нами на данный момент готовое основание для формирования плиты УШП. Предварительно выполнили монтаж будущих сетей в виде канализации подвода воды и гильзы под электрический кабель. Все магистральные трубы канализационных труб выполнены с уклоном в 2 сантиметра. Водопроводная труба в данный момент, это у нас она диаметром 25 миллиметров, упонор. Заложили ее в гильзе канализационной трубе с двойным слоем теплоизоляции. Это нам не даст возможности промерзания воды, так как в любом случае она, сама магистраль лежит на глубине промерзания, но в любом случае она у нас заходит в плиту, но заходит на расстоянии полтора метра от наружного контура будущего нашего дома. Воздух, который будет гулять по нашей гильзе, образует дополнительный слой теплоизоляции для нашей водопроводной магистральной трубы. Все трубы вывели в одну траншею, дальше будем их разводить по участку до места септика, подвода электричества и скважины. Преимущество упоноровской трубы состоит в том, что даже если в ней замерзнет вода, с этой трубой ничего не произойдет. Она очень мягкая, класса PECS. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова